литература основные тематические направления двоеточие военная проза скобочках фамилии авторов воробьёв василь быков бондарев кто-нибудь читал что-нибудь этих авторов а что именно у него очень сильные вещи есть мертвым не больно но вообще конечно самый крутой из авторов о вот этой военной прозы это константин воробьёв очень рекомендую весь его трехтомник это очень сильно кавычка . запятой кавычках деревенская проза фёдор абрамов василий белов распутин из этих авторов как только у кота у кого-нибудь читали распутина читали я вам очень рекомендую фёдора абрамова потому что то как фёдор абрамов показал состояние советской деревни между 45 и 55 годами вообще близко никто не подошел к этому сказать вот уровню изображениям точка запятой городская проза в кавычках городская проза юрий трифонов маканин юрий поляков из этих авторов кто кто что-либо читал я очень рекомендую юрия трифонова вещь которая называется старик маканина разные вещи и очень рекомендую юрия полякова правда это уже вечно описанная не в советское время вещь называется замыслил я побег точка запятой проза шукшина салоухина оставь его . феномен солженицына а солженицына кто читал один день иван днис чудо но вот это вот действительно вещь потому что скажем архипелаг гулаг это абсолютно лживая вещь вот и сложенится в общем безусловно абсолютно раздутая фигура средний писатель который получил нобелевскую премию за сказать по по политическим причинам красные строки поэзия мы говорим именно об этом периоде а наиболее известных поэтах этого периода поэтому скажем я не называю тех поэтов которые были известны раньше например там рождественский вознесенский знает по этому периоду николай рубцов юрий кузнецов соколов куняев кто-нибудь читал стихи и поэмы этих авторов но я очень рекомендую юрий кузнецова и рубцова почитать это очень серьезные сказать вещи ну и куня его тоже значит в эмиграции иосиф бродский с красной строки изменение в тональности научной фантастики час быка ивана ефремова час быка так называется роман час быка его потом изъяли из библиотек но сейчас естественно его можно спокойно совершенно достать прочесть изменение в тональности научной фантастики она из такой оптимистической становится значительно более пессимистической и мрачной социаль . социальный тип прогрессора стругацких тире модель героев кавычках приватизации социальный тип прогрессора эту стругацких такой есть тип прогрессоры которые сказать способствуют прогрессу на тех планетах где население якобы отсталая они их движут к демократии «Социальный тип прогресса Растругацких-модель героев, героев в кавычках приватизации и насильственного уничтожения советского типа социальности». С красной строки «критика» в скобках Кожанов, Лобанов, Чалмаев, Селезнев, Палиевский, Ланщиков, Дедков. Почему я особенно выделил критику? Дело в том, что в советское время очень многие важные социальные и политические проблемы, которые невозможно было поднять в общественных науках, они поднимались в критической литературе. Якобы это по поводу литературных произведений, но на самом деле литературная критика в советское время, кстати, как и в дореволюционной России, взяла на себя функцию чего-то похожего на социологию. С красной строки «противостояние государственно-патриотического и либерального направлений в советской литературе в 60-е и 70-е годы». «Наш современник» и «Молодая гвардия» – это название журналов, это такие государственно-патриотические журналы против либерального нового мира. «Альманах Метрополь, 79-й год-литературный манифест либералов-западников». С красной строки «использование либералами, в данном случае в кавычках, использование либералами интернационалистско-коммунистической риторики и жупело русский национализм». То есть, вот такие западнически либерально настроенные литераторы и публицисты, они любые попытки обращения к русской истории тут же навешивали на это ярлык «русский национализм» и пытались таким образом это приглушить. Точка запятой «Поддержка либералов Андроповым и либеральной фракции КГБ». С красной строки «Статья А.Н. Яковлева» – это «Будущий прораб перестройки против антиисторизма». Литературная газета «Ноябрь 1972 года-атака на деревенскую прозу». «Деревенскую прозу в кавычках», как я вам уже говорил. Это Яковлев написал статью против деревенщиков, писателей деревенщиков, то есть, таких как Абрамов, Белов, квалифицировал их работы как призыв вернуться в прошлое. То есть, он их критиковал с таких официально-коммунистических позиций. И это отражало противостояние в самой верхушке советского общества, государственно-патриотической части и либеральной. «Русисты» – главный враг Андроповского КГБ и либеральной фракции номенклатуры и интеллигенции. Русистами называли тех, кого обвиняли в русском национализме. Как я вам уже сказал, очень многие насущные вопросы социально-политического развития поднимались на конференциях, которые вроде бы были посвящены вопросам, например, классической, судьба классического наследия русской литературы. Ну вот, в частности, записываем с красной строки, «Дискуссия», кавычки, «Классика и мы», 1977 год, выступление Куняева, сейчас это главный редактор журнала «Наш современник», выступление Куняева, реакция на него партийной верхушки и либералов. У него было очень жесткое выступление по поводу того, что нельзя коверкать русское национальное наследие против, по сути дела, он выступил против космополитизма, ну и, так сказать, противоположная сторона, квалифицировала его выступление как проявление русского национализма, и ответ был, так сказать, он подвергся критике. С красной строки, письмо Шолохова Брежневу, февраль 1978 года, о недопустимости протаскивания антирусских идей в культуре кино и печати. Продолжение следует...